Микс Ньюс Даты, которые каждый год почти вспоминают, это начало ГКЧП, попытка государственного переворота в СССР в 1991 году, когда, в общем-то, в результате этих событий и де-факто обрела независимость Латвия. И сегодня, как раз-таки, в нашей студии первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что вот столько событий происходит действительно в августе, и вот эти события ГКЧП, которые вызвали большое волнение, и вот народные как раз такое вот возмущение, сейчас происходят события в Беларуси. Вот почему август является таким, это Балтийский путь опять-таки происходил в августе совсем скоро, вот мы будем, ну не круглая дата, но тем не менее, отмечать. Вот как будто бы август является, вот сходятся планеты, что ли, вот если говорить с точки зрения астрологии, почему-то в августе происходит такое вот решающее судьбоносное событие. Вообще-то да, это может быть и следует исследовать, почему потом. Но данные события, которые связаны с переобретением независимости Латвии, Балтийским путем, они связаны тоже с августом субитием Пактора Рибетра-Помолотова, который подписан 23 августа 1939 года, когда нацисты и коммунисты заключили договор дружбы, в том числе оккупации пол-Европы, можно сказать. И это привело к большим последствиям. Это все-таки означает не только, что это месяц виноват, но что такие большие исторические преступления и освободительные движения, это все не проходит без следа. Это все-таки откликается, откликается через века, через десятилетия. И, например, сейчас все-таки Балтийский путь. Это очень интересно, что вот этот август, который был печальным, он назывался даже в прошлое как бы днем черных ленточек, потому что это был траурный день, когда два тоталитарных режима подружились, чтобы сглотать другие соседние страны. И вдруг 31 лет тому назад стал праздником, праздником свободы. И до сих пор мы это отмечаем, и в мировом обществе принято, что это уже внесено в ЮНЕСКО как нематериальное историческое наследие человечества. Это очень важно, и этот бренд Балтийского пути, он жив везде. Даже в нынешних белорусских событиях я слышал, что белорусы часто упоминают Балтийский путь как символ ненасильственного сопротивления тоталитарным режимам. В прошлом году, когда мы отмечали 30-летие, я даже, интересно, что именно с вашей студии я ушел на международные конференции, которые произошли, состоялись в Национальной библиотеке. И именно в этой конференции я вдруг понял, какое международное значение это значит, потому что там выступали поляки, исследователи, ученые и немцы, и чехи, которые говорили, как их самосознание, стремление к свободе подтолкнуло именно Балтийский путь, то, что они тогда видели. Ну, конечно, это нам всегда надо вспоминать, и вот в этот день в прошлом году, но вы все знаете, что в Гонгонге даже там протестующие, не скрывая, сделали образец Балтийского пути, но через улицы и кварталы Хонг-Конга. Можно ли повторить Балтийский путь, если это, в принципе, ну какая-то вот уже, ну что-то такое, что случилось один раз, но можно ли это как бы клонировать, или это все-таки форма протеста, которая, ну, скорее должна вдохновлять, а не служить? Ну, я думаю, что вот территориалистические вопросы у вас последние, конечно, должно вдохновлять, и я думаю, не из хорошей жизни. Мы организовали Балтийский путь, там были совершенно прагматические цели, потому что мы хотели как бы давить тогда на кремлевское руководство, вот чтобы все-таки, я тоже был депутатом, депутатом СССР, и мы создали такой комитет по расследованию этого преступного пакта, и все время нам отказали включить порядок дня, и это была самая первая цель Балтийского пути, заставить все-таки выслушать доклад этой комиссии и голосовать, и, как мы знаем, несколько месяцев после Балтийского пути в Крыльевском доме съездов депутаты большинством проголосовали, что этот пакт незаконен, что он преступен с дня приятия и не имеет никакой силы и последствий, и это было очень важным этапом восстановления независимости Латвии, Литвии, Эстонии и всей Восточной Европы. Но, конечно, после Балтийского пути, там очень много таких прецедентов, истории, что очень многие как бы повторяли это. Где-то полгода после Балтийского пути, это было, мне кажется, в январе 1990 года, украинцы повторили Балтийский путь с Львива до Киева, такой же. Я знаю, что Кишиневе, Молдове сделали такое через свой город, как бы, ну, Балтийский путь, но все эти живые цепи, движения, они отличаются тем, что Балтийский путь был уникален, что там в руках сдались, ну, друг другу руку подали три народа. Всегда это бывает какое-то общество или какие-то люди, какого-то государства и так далее, но в этом случае это Латвия или Тава, Эстония, это было что-то небывалое и что-то, ну, что очень трудно повторить, и, может быть, даже не надо повторить, мы надеемся, что не надо будет повторить, потому что это мы должны были делать только очень критической ситуацией, хотя теперь на фоне этой революции достоинства Белоруссии опять задействована эта идея Балтийского пути, во всяком случае по призыву литовских общественных деятелей, известных персон 23 августа в 19 часов организуется такая всебалтийская живая цепь, Балтийский путь для свободы белорусов от Вильнюса до белорусской границы. Там, я знаю, у нас есть тоже такая Пилсовский альянс, гражданский альянс, у которых веб-сайте возможно регистрироваться, потому что ныне организовать такой путь довольно легко, это по координатам, по айфонам, вы знаете, в каком месте нам надо прибыть, но там именно поэтому и есть такая просьба регистрироваться, отправиться и вам покажут, какое место автомашина или семья из Латвии должна встать в этом пути. И в Латвии тоже, 22-го, этот же самый гражданский альянс организует поход от Мейкшаны, это возле кургана дружбы, очень символически, белорусской и латвийской границы, поход до Друи-Педруи, у нас Педруи, а там на белорусской стороне Друи, ну, как бы выразить солидарность стремлением белорусов. Скажите, вот вы уже упомянули действительно эту характерную особенность, мирные протесты в Белоруссии, потому что я даже читал в американской прессе удивление, потому что их поражает то, что не было разграблено ни один магазин, то есть, ну, вот сравнивая даже с беспорядками в самих Соединенных Штатах Америки, обычно это сопровождается все-таки какими-то насильственными действиями, когда люди выражают там какой-то протест достаточно агрессивно, разбивают витрины, переворачивают машины, то, что вот в Белоруссии протестующие стараются не выплескивать такую агрессию на окружающую среду, вот о чем это может говорить? Ну, я думаю, что мы в Латвии в основном многие, ну, может быть, выходцы из Белоруссии знают, какая ситуация, но в принципе, то мы через эти 25 лет правления диктатора Лукашенко, я думаю, мы открываем этот народ заново. Мы даже не знали о существовании их, да, но там есть соседняя страна, есть какой-то батька, который там правит, и вдруг мы увидим, какой красивый народ, какой очень миролюбивый народ, да, и очень терпливый, потому что они терпели, терпели, но, как всегда, в всяком терпении есть предел. И, ну, это трагично, может быть, такой, я, 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 я... Мы смотрим на это избиение, на стрельбу на этих людей, на зверство со стороны так называемых правоохранительных органов, а, напротив, мы видим этот конкурс, насколько красив народ, который борется за свободу, эти все девушки в белом, да, и эти мирные протесты. Я думаю, может быть, это какая-то традиция этого терпеливого, миролюбивого белорусского народа, да, так такого, мне кажется, мир никогда не видел, поэтому это вызывает очень большие симпатии во всем мировом обществе. И я знаю, что даже когда наш, наш балтийский путь, наше насильственное сопротивление и власти прошло, сначала, конечно, многие западные соседы, которые жили в свободе, они так с предосторожением смотрели на нас, ну да, они там, ну не мешайте там перестройке и так далее. А именно после балтийского пути общество, которое увидело балтийский путь, давило на своих политиков, и тогда мы почувствовали очень большую поддержку, поддержку нам. Так, я думаю, у белорусов все решают они, они решают это мирным образом, но я думаю, что вот удивительно, что они теперь, ну как, довольно упрямыми в этом миролюбстве, что они не отступают, даже пролитая кровь, избиение не остановило это движение, и, ну, я как профессиональный революционер, может быть, это, ну, шутка, да, как по своему опыту знаю, что теперь самое главное для белорусского народа не отступать, не отступать, потому что они теперь власть, народ власть, и мы видим, что, может быть, нет лидеров, нет еще, есть какой-то координационный центр, но уже Белоруссии руководит народ, и вот это самое главное, это такая удивительная способность важных исторических моментов, что народ как-то умеет сам себя управлять и руководить, там же тоже нет никаких, сначала не было никаких координационных центров, а мы смотрим, все, все происходит, но там, я думаю, что и важно, и то, что, ну, тлело где-то внутри Белоруссии, это удивительная белорусская культура, я, например, вот именно в эти дни, я просто из знакомых, только что перед выходом в эфир я читал Альгирда Барахевича, у него есть такой роман, «Бесцы собак Европы», и я смотрю, это же литература мирового уровня, причем написано перед этими событиями, но это все почувствие, это таргичность этой судьбы, и если что, такой роман мне тоже дали в руки, «Ночь» Виктора Макаревича, в котором в прошлом году вышел роман, и там как бы антиутопия, что вдруг в Минске погас свет, нет интернета, ничего, и начинают бешенствовать разные там банды, которые там, провластные банды, и люди пытаются организоваться, все, это произошло. Так что я понимаю, что в белорусской культуре среди интеллектуалов было какое-то пророчество, что-то внутри, что это все уже в подсознании народа было подготовлено. Ну, не будем говорить, что теперь в Координационном совете лауреат Нобелевской премии, Светлан Алексеевич, и вот этот внезапный всплеск бело-красно-белого флага, который был как бы запрещен в Лукашинских временах. Я помню нашу атмосферу, что мы были удивлены, что Балтийском пути белорусы стали именно с этим флагом, им все-таки удалось добиться этого суверенитета, а потом при распаде Советского Союза как бы власть перешла к Народному фронту Беларуси и моему давнему приятелю, ученому Станиславу Шушкевичу, которого сместил потом Лукашенко и забрал эту власть. И вдруг это все, оказывается, это не пропало. Это было, и это восстанавливается. Но я надеюсь, что восстанавливается, потому что мы все все-таки заинтересованы, что нам в соседях была такая дружелюбивая, миролюбивая, и демократическая страна, и этот прекрасный белорусский народ, а не какой-то диктатор, его головорезы. Но иначе это нельзя. С другой стороны, вот каким образом, как вы считаете, могут развиваться события, потому что сейчас все действительно находятся в таком замешательстве и не могут понять, может ли быть какой-то легитимный механизм перенятия власти, или это приведет, наоборот, к какому-то всплеску насилия, и насколько в этой ситуации окружающие страны могут или не могут оказывать какую-то помощь, не будет ли это считаться вмешательством в дела другой страны? Ну да, но это, конечно, всем известно, во всяком случае на Западе и самой Беларуси, что эти 20 лет правления и Лукашенко, но там никогда не было свободных выборов, и все это было относительно, и фальсифицировалось, и был эскадрон смерти, о котором много говорится, во главе с таким печально известным полковником Алексеевичем. Но как-то мир не обращал на это внимания. Вот теперь как бы лопнуло после этих фальсификаций выборов, которые были абсолютно очевидны, нахальны, да, потому что и такую свою небольшую поддержку, но белорусы говорят, что где-то было, может быть, в эти годы где-то 40-50% ему поддержки, но люди думали, что может быть, будет и хуже, и поэтому голосовали за ним, а сейчас действительно этого нет, и фальсификации очень видны, даже в публикации есть, есть доказательства этому, но если бы принимать, что Лукашенко как бы относительно легальным президентом был, то у него еще власть до 9 сентября формально, и там очень такая дуальная ситуация, и как бы до 9-го он должен сложить полномочий, что он не будет делать, но в то же время я считаю, что он стал нелегитимным президентом, в момент направления оружия против своего народа, его руки в кровь, и он теперь становился врагом своего народа, он должен, как Чаушеска, как другие диктаторы, стать трибуналом или своего народа, или хакского трибунала, он переступил все черты, он не должен, и с ним даже не должны вестись никакие переговоры, но мы знаем, что с диктатором никогда переговоры, это бесполезно, пытались переговорить, цели с Мадуро, ничего не получилось, что белорусы должны понять, по-моему, это всегда такие успешные революции, демократические перемены, государство произошло, когда появились самоорганизующиеся центры власти, которые готовы взять ответственность на себя, а не диктаторы, это, в данном случае, может быть, это Коррепционный совет белорусского народа, который создается, это очень похоже на завоевание независимости Латвии сто лет назад, потому что у нас ведь был этот временный национальный совет Латвии, в котором не было ни одной партии, там были только такие видные люди, и общественные деятели, и они были те, которые требовали признания независимости Латвии, даже до прокламации независимости в 18-м году, 18-го августа, они добились, что, например, Великобритания признала де-факто существование как легального носителя власти этого национального совета, но там просто ситуация была немножко иначе, но фактически схема одинакова, что должны быть ответственные люди, которым доверяет народ, а тут мы видим, что народ готов доверять другим, а не Лукашенко, и эти люди должны все-таки прагматично и честно готовиться сделать какой-то альтернативный центр власти, у них власть, у нас же тоже было в Атмане то же самое, что, ну, даже когда мы были в Архангенском совете, что 4 мая мы голосуем за независимость, мы большинство, а по сути ничего не изменилось, вся советская военная машина здесь, Балтийский военный округ, все эти советские военно-промышленные комплексы, заводы здесь, экономика такая же советская, а у людей меняется что-то внутри, и вот народ, большинство Латвии, тогда считает, что мы реальная власть, а не та, у которой есть сила, у которой есть оружие, и это очень многое меняло, что у нас была эта поддержка народа, оказывается, и в январе 91-го года, когда были баркады, мы соступили, что вот эта внутренняя убежденность, массовая внутренняя убежденность, она сильнее любой военной силы, потому что армия все-таки не вышла, хотя в январе должна была выйти армия и поддавить как бы наше восстание и смести нас, но они побоялись, побоялись, потому что они видят, что напротив сила, которую нельзя застрелить, нельзя заставить. Но с другой стороны, смотрите, вот ГКЧП, который сегодня мы 29 лет, когда были все-таки баррикады, люди вышли на баррикады, а когда происходили все-таки события ГКЧП, там, мне кажется, больше показали себя россияне, москвичи, которые вышли защищать Белый дом, а вот когда я, ну, просто я был свидетелем этих событий, я не видел баррикад вот в Риге, чтобы, ну, вот во время событий все-таки путча, и мне казалось, что вот это было моментом, когда, ну, вот все-таки лидеры Атмады не проявили себя, не призывали народ к восстанию, к чему-то, то есть у нас было очень тихо, а в Москве наоборот, люди вышли, там, Растропович с автоматом стоял возле Белого дома, и было, ну, какое-то вот воодушевление, вот почему так произошло? Ну, это не совсем так, у нас была совсем другая ситуация, потому что нам отключили все средства информации, даже телефоны были отключены, я знаю, из Верховного Света, мы как бы смогли звонить только по телефону КГБ, который тогда был, но и тот уже не был надежный, нам было вообще невозможно оповещать, но, между прочим, латвийский парламент Верховного Света был первым, который моментально принял уже наутро после этого переворота резолюции, что это незаконная власть, что люди не должны этому подчиняться, и что мы поддерживаем другие альтернативные силы, и Бориса Лейцина, который был наш друг в Белом доме. Конечно, там было тоже еще то, что может быть важно сейчас, но которого может быть не хватает, не может быть у белорусов, там еще была эта большая не только балтийская солидарность, но тогда все эти народы Советского Союза оппозиции были очень солидарными, очень солидарными и российской оппозиции, и демократы были как бы нашими союзниками, и я помню, что россияне, которые стояли на баркаде Белого дома, там даже тогда были какие-то записи, говорили, если не было бы баррикад 91-го года января в Риге, не было бы баррикад у нас, потому что это все было как бы часть одного процесса, а у нас были перекрыты все эти информационные каналы, и я помню, что в последнем дне, когда мы не знали, что мы приняли этот, парламент принял конституционный закон о полной независимость, потому что у нас был как бы переходный переходный период, потому что мы знали, если нас вынесут ногами вперед из Верховного Совета, но мы уже приняли, что народ тогда должен что-то предпринять, я помню, что я поставил в этот день, это был 2021-го, когда мы приняли этот закон, там направились на нас ОМОНовцы, между прочим, печально известные ОМОНовцы, которые теперь взверствуют в Беларуси, отправились бронетранспортерами, а баррикады еще с января остались вокруг дома Верховного Совета, и тогда они били стеками людей, которые стояли вокруг во время принятия, потому что трансляции не было, это все было отключено, там были десантники в зоне башни, пытались отодвинуть эти камни, и как удивительно, многие депутаты начали спорить, запятую ставить в Конституционном законе или нет, и вдруг депутат Индолс Берзинч, он теперь дипломат наш, он говорит, вы слышите, что там творится с улицей, едут танки, или принят или не примят, но тогда мы приняли, и интересно, моментально, когда мы приняли, сейчас какое-то время заглушились моторы, эти бронемашины остановились, но там может быть многие причины, но одна из причин, что у них уже не было смысла напасть, потому что все уже сделано, морально все уже сделано, это Конституционный закон независимости принят, и тогда я знаю, что у нас тоже пустота, мы не знаем, но у нас не было такое предчувствие, что мы выйдем, и нас встретят цветами, наоборот, я поставил, тогда не было мобильных телефонов, связи, я поставил телефон, фиксированный телефон на стол, позвонил жене, говорил, просто ты будешь все время стоять эта трубка, и ты будешь слышать, нас арестуют или не арестуют, чтобы ты просто знала, что происходит, план, что если вдруг будет введен полное военное положение, от которого нам угрожал генерал-мариор Кузьмин, который руководил здесь весь этот переворот, тогда мы встречаемся в костеле нового Дертруда шесть часов после войны, но это смешно, как бы швейка, и, конечно, у нас были и альтернативные январе уже, я даже сам из Швеции привез портативные мобильные радиостанции, которые могли бы оповещать, так что мы были готовы продолжать сопровождение в подполье, и если бы нас застрелили, Рубик же утром этого путча так радостно, триумфально сказал, что вот такие люди, как я, как Иванс, их будет карать, карать, и у меня не было никакой иллюзии, что со мной что-то не может случиться, но я был уверен, что вот это движение и сопротивление продолжится, вот в таких моментах очень важно не отступать, конечно, мы очень благодарны российской демократии, нашим друзьям и Борису Ейцину, которые эту борьбу вот тогда, в августе, они приняли на себя жертвами, к сожалению, жертвами, но у нее стояли белый дом и этом же этот перевод свелся на нет. Вот как раз многие отмечают и говорят о том, что участие людей очень важно в том, что вот как было в Беларуси, например, митинги 20 тысяч человек можно разогнать, митинг, который собирает 200 тысяч человек, его уже ну просто нельзя разогнать, потому что это физически невозможно, то есть вот если есть какая-то критическая масса людей, которая показывает, что дальше уже невозможно. Ну да, мы видели, что Лукашенко там на своих митингах поддержки, как бы, где эти заставляют бюджетников, он очень растерянный, но как бы он там всем грозит там стрелять и навести порядок, но он растерянный, он испуган. Я, конечно, думаю, что ему действительно надо больше думать о том, как купить билет на Китай или Северную Корею, потому что восстала вся Беларусь вот это очень примечательно. Даже не Минск, в котором там говорят в этом последнем воскресном митинге были 200 тысяч, некоторые говорят, что все люди шли, пришли, там было даже полумиллиона, как в наших митингах отмоды, но то, что в всех городах это происходит, сплошно по всей Беларуси. Там я видел даже такие плакаты, которые говорят, что у тебя уже не 3%, у тебя 0%, что даже в каком-то этих кадрах было очень примечательно, что даже какая-то деревушка, где 60 человек, и все старики, старушки, и дети выходят на дорогу и махают этим белым, красным, белым флагом. Вот это очень большая энергия, которая вдруг аккумулируется, этот народ, и дай бог им это все сохранить, дай бог, чтобы это все кончилось плантчо благослужащих, а потом, чтобы не последовало разочарование, потому что, наверное, надо думать и о том, что будет после этого. Вот как раз Лукашенко использует, я понимаю, этот аргумент, потому что на своих митингах, на митинге он как раз упирал на то, что у нас в стране бесплатное образование, бесплатная медицина, у нас нет коррупции, у нас нету бандитов, и вот неужели вы хотите, чтобы вернулись вот эти вот, ну, как бы 90-е годы с диким капитализмом, с отсутствием, с бешеными ценами, и вот это аргумент, то есть мы все тоже помним прекрасно, конечно, ну, насколько трудными были 90-е годы в Латвии, когда многие были разочарованы, и, ну, в том числе, скажем, и русские, которые голосовали за независимость, тоже испытывали разочарование, потому что, ну, вот они оказались без гражданства, и какой-то был момент, когда, ну, эти окна были натурализацией, было сложно даже получить его. Да, конечно, вот мне даже в телефоне, который я теперь не могу открыть, и прочесть письмо одного известного белоруса, который мне пишет, что нам теперь очень важно посмотреть на вас, и понять, что лучше два пара лет потерпеть, что будет очень трудно, но все-таки мы не будем в тупике, потому что все эти годы были в тупике, там же много уже говорится о экономике Белоруссии, что это более декоративная экономика, которая спонсируется, государственная, которая неконкредно способная, но это не может дольше так повторяться, все-таки они должны понять, что будет трудно, конечно, конечно, будет трудно, но в то же время мой как бы народно-фронтовский соратник Станислав Шишкевич как-то совсем недавно упомянул, что, например, ну мы тоже, может быть, не знали даже в Латвии, то, что зарплаты в Белоруссии в среднем 3,5-4 раза ниже, чем у нас, а цены европейские, оказывается, Беларусь первое и в самом первом месте между стран не Европейского Союза, которые получают очень большое количество визе Россоюза, чтобы бедные люди могли поехать в Литву, Латвию, купить что-то дешевле своей мизерной зарплатой. Ну, конечно, на этом спекулируют. И вот эти большие предприятия, я думаю, этих рабочих, которые теперь вышли, которые говорят, выходи и уходи, ну, выходи другим, чтобы шли на национальную забастовку и уходи. Я надеюсь, что они все-таки понимают, что этим заводам будет трудно, трудно. И у нас было тоже много ошибок в нашем переходном периоде, это не могло бы не быть, потому что мы шли впервые этот путь, может быть, во всем мире, но белорусов уже есть наш опыт, я думаю, что они должны наши ошибки изучать и подумать, как вот этот переходный период, ну, дай бог, чтобы они дойдут до этого, чтобы они просто смягчали эти трудности народа, которые он должен будет перенести, но если они как бы вытерпели в эти годы это все, я думаю, что они преодолеют эту трудность, самое главное, чтобы у них было убеждение, я и надеюсь, что у них много образованных людей, которые, вот, например, Лукашенко там, кричит, что там, ну, он же заключил всех видных персон в тюрьмах, что вот они не умеют руководить, что они все дилетанты, но я вижу даже те, которые выступляют в коротационном совете, вы же умные люди, которые на 10 раз лучше могут руководить государство, не говорю о честности, чем это может делать Лукашенко, современные люди, у них есть много образованных людей, сколько мы теперь слышали, между прочим, в вашей студии, даже я себе задаю вопрос, почему Балтком отключил телеканал «Дождь» в моем пакете в Балтком телевидении, потому что я теперь через интернет смотрел телеканал «Дождь», который транслировал, ну, многие, наверное, смотрели, прямо и трансляции оттуда, и там мы много, видели много интервью с белорусами, которые живут за границей, на западе, у которых прекрасное образование, у которых прекрасный опыт менеджмента, руководства разных отраслей, в том числе, я думаю, они могут стать руководителем этого государства, так что потенциал есть, и вот этих в этой революции достоинств тоже эти кадры показывают, что эти, ну, какие-то достойные люди, какие-то, ну, совсем дорогой народ, какого мы привыкли официально видеть до сих пор, молодые люди, это тоже удивительно, но, наверное, это тоже феномен, мы тоже были, ну, фактически 30-летние в латвийской атмоде были какая-то ведущая сила, если о возрасте говорить, в Белоруссии тоже видно, что это, ну, такие люди, поколения моих детей, которые, наверное, они не изолированы от информации мировой, потому что Белоруссия все-таки считается, сколько я знаю, довольно высокоразвитая IT-государство, поэтому проблемы с интернетом были, что сначала отключает диктатор, а потом рушится остальное, экономика рушится, отключает, все-таки на IT, и что эти люди видят, как вокруг живут, в демократических странах, и, наверное, они это хотят увидеть, ну, Лукашенко, конечно, говорит, что вот они негодяи, хотят Евросоюз везти нас, якобы Евросоюз был что-то плохое, я, например, с большой радостью принял, беру и голосовал бы, чтобы не вступили в Евросоюз, это было тогда уже расширилось, это хорошее содружество братских, действительно, братских народов, и мне было очень такое тепло на сердце, когда я увидел этого концентрационного лагеря, одна из этих, ну, изоляторов задержания, где эти протестанты расставлены, что там развился не только флаг, национальный флаг Беларуси, но и флаг Евросоюза, что они с этим флагом идут, и что они наметили свой путь в Европу, который отнюдь, как они говорят, и это невозможно, не значит какую-то войну с Россией и так далее, как это пытается моноплировать и говорить Александр Лукашенко. Вот я как раз хотел задать этот вопрос, вот многие действительно в России опасаются, я читаю там российскую прессу, которая пишет о том, что вот не приведет ли это к ухудшению отношений к русским, к проживающим в Беларуси, ну, вот сейчас русский язык второй государственный, вот насколько ну, вот этот члены этого альтернативного госаппарата, вот этого координационного совета, многие из них считают их националистами, говорят, что вот они могут все-таки притеснять русских, и вот произойдут какие-то вот ухудшения отношений Беларуси и России. Ну да, ну, я, я, например, мне, фактически, самый главный информационный канал, если масс-медиа говорит, это все-таки канал дождь, да, и там совсем другое аудитория, там совсем другое отношение к беларусам, очень солидарное, и я не думаю, потому что мы теперь распространяется через сети митинги и события в Хабаровске, и Хабаровске, русские, которые далеко-далеко от Беларуси, они же там тоже махают беларусскими флагами, и русские скандируют лозунг беларусского, беларусской революции «Жива Беларусь!» я думаю, что там с народами и российскими, и беларусскими все в порядке. Конечно, у беларусов я думаю, что действительно это как бы очень важная задача после этого революции и достоинства для Беларуси. Это наоборот не там проблема с русским языком, но восстановление прекрасного беларусского языка, потому что ну чем нам Беларусь важно в мировом сообществе вообще в каком-то большей перспективе. Это беларусский язык, это своеобразие, это большая культура. Вот эти книги Бахаревича я качал, эта книга начинается фразой, она в сети, можно прочесть эту книгу, это что-то Маркес или Умбертека примерно, она начинается с такой фразой «Брысь проклятый беларусский язык, ибо ты содерживаешь мне проклятую мечту о свободе». И тогда там сюжете эти люди как бы придумывают новый язык Бальбуту. Бальбуту, ну как бы не то беларусское, и его единомышленник начинает разговаривать на этом языке, о чем их судит КГБшник беларусский, там Кавка и все в этом романе. Но это просто для меня был сигналом, что вот эта боль о утерянном, уходящем беларусском языке, на котором создана прекрасная культура, что это тоже большая ответственность беларусского народа. И людей, которые называют русскоязычными, потому что они тоже ответственны, что Беларусь несла эту ответственность за сохранение беларусского языка. И, конечно, самых беларусов, в котором начали то, что это беларусский язык это не нужен, да, там будет, будем говорить только на русском. И я, например, на телеканале Дождь, где говорили люди, я был рад, что в России это понимают, понимают, что настоящая дружба, настоящее братство может быть только с понятием этих для нас всех значимых беларусских национальных особенностей, что они должны быть, что мы должны содействовать этому, что мы должны этому многострадальному народу как бы помочь встать и во всем мире гордиться тем, что у них есть язык и культура и все прочее. Худший сценарий, который, ну вот, многие тоже рассматривают, то, что Лукашенко может обратиться к Путину и в обмен на более тесные связи с Россией получить в том числе военную помощь для подавления. Ну да, я думаю, мы теперь как бы говорим все время, я говорю об оптимическом развитии сценарии, и это тоже мне уже в крови от наших времен атматы, потому что я тоже мог выстраивать все время самые худшие сценарии того, что могло произойти здесь, но тогда я понял одно, что, например, на меня, как публичной персоны, люди глядят, и я должен показывать даже больше оптимизма, чем на самом деле есть, чем есть на самом деле, потому что это тоже очень важно, что не сдаться и иди вперед, поэтому я тогда не допускал мысли о капитуляции, и мы не должны подать белорусам повод, что не должны капитулировать перед этим диктатором, или инвазией, военной инвазией со стороны России, Белоруссии, которая тоже очень возможна, но я думаю, что это очень опасно для кремлевского руководства, потому что Хабаровск это может быть мелочь как бы на фоне России, но я не думаю, ну, конечно, я говорю уже, я как бы аудитория дождя, и там совсем другие понятия, но я думаю, что и в России все-таки что-то под сознанием народа не принимается, то, что такая политика Кремля и военная инвазия в Белоруссии, она все-таки может взорвать и Россию, я думаю, кремлевские политологи, если они умные, они, наверное, об этом задумаются, наверное, они там сидят, ругаются, кричат там друг на друга, ведь в России тоже есть такое понятие, о котором теперь говорят многие российские политологи, что некоторые говорят, вот как бы Путин старший брат Лукашенко, а на самом деле наоборот, до 2000-х годов начался такой термин, велся как лукашенковизация России, потому что он ведь первый с КГБ, с бывшими намекатурщиками, он восстановил эту советскую власть Беларуси, такую тоталитарную, восстановил прошлое, а Путин только его ученик, который это начал реализовать гораздо позже. У нас буквально осталась одна-полторы минуты, а хотелось просто, если очень можно коротко, сейчас могут ли существовать какие-то тайные соглашения больших государств, за счет других государств, политика, которая, ну вот, второй пакт вы говорили о пакте Путин-Риббентрамп, вот так называли его, вот такого рода соглашения? Слава Богу, нет, потому что все-таки, ну мы тоже Европейские Союзы, мы там, да, мы там, мы мы послеживаем этот процесс, так что это не так возможно, может быть, какие-то политики что-то задумывают, что-то с друг другом по телефону или в личной встрече, какой нам намекает, но все-таки в наших демократиях более или менее свободных, все-таки народ как бы контролирует все, что происходит и все должно происходить согласно законам, конституциями и принципам прав человека и наших ценностей, да, так что этого не может случиться, но то, что диктатор с собой там разговаривает, ну ничего, пусть разговаривает и сговаривается, делает сговоры, но мы видим в Беларуси, что диктаторская власть все-таки оказывается очень хрупка. Ну что же, на этой ноте мы завершим. Первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое для новых встреч. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова